хорошо значит мы с вами в прошлый раз обсудили коэффициентная точная последовательности теперь в принципе они дают некоторое представление о том как группы гомологии с разными коэффициентами друг с другом связаны а также как ну связано например группа гомологии целыми коэффициентами с группами гомологии с коэффициентами v2 но в более явном виде эта связь описывается с помощью вот некоторой алгебраической гомологической техники которая сама по себе в принципе достаточно важна не только в топологии то есть у нас снова такой алгебраический кусочек сегодня будет это функторы тор и x в принципе нам для наших целей нужны будут эти функторы только для абелевых групп но однако же естественная общность для них это все-таки модули над кольцами ну и не стоит слишком больших усилий так сказать сразу это изложить вот в этой общности тем более потом это будет для вас полезно может быть и в других сюжетах других курсов так что давайте мы сразу опишем это как вот такой вообще алгебраический сюжет связанный с модулями над кольцами значит у нас есть ну давайте давайте напомним да что модуль модуль м над коммутативным кольцом с единицей да давайте считать что у нас это одного группа во первых да в которой есть еще с структурой из дополнительной операции да ну давайте точкой будем обозначать r на м м то есть мы умеем умножать элементы модуля на элементы нашего кольца да то есть у нас аксиомы ровно те же самые которые для векторного пространства только несколько большая общность да значит если мы умножаем сумму то есть две дистрибутивности ассоциативность ну на самом деле нам даже не надо что это вот для этих операций нам даже не нужно что кольцо у нас коммутативное просто если кольцо не коммутативное то нужно различать левые модули и правые модули то что мы определяем если кольцо не коммутативное называется левым модулем когда мы слева умножаем элементы модуля на элементы кольца вот о наличии единицы если в кольце есть единица то умножение на эту единицу должно действовать тождественным образом да значит абелевы группы просто абелевы группы это модули над над группой целых чисел а векторное пространство над это модули над полем да два основных примера но бывает конечно и другие модули вот значит теперь ключевое понятие это понятие здесь свободного модуля да значит мы значит модуль давайте здесь будем кратко писать значит r модуль r модуль это значит модуль над кольцом f над кольцом r значит r модуль f называется свободным если он изоморфен прямой сумме р альфа где r альфа это r как модуль альфа это r как модуль над r да то есть ну я здесь как бы так сказать некоторое стандартное понятие немножко пропускаю но понятие изоморфизма модулей но это как вот для векторных пространств линейной алгебре и есть прямая сумма модулей тоже как для векторных пространств значит прямая сумма это в принципе здесь единственное может быть так сказать небольшое уточнение что мы можем рассматривать прямую сумму не только конечного но и бесконечного числа модулей да ну вот такие вот линейные комбинации да линейные комбинации если нас интересует прямая сумма каких-то модулей то это такие вот линейные комбинации сумма r и так на m или r альфа на m альфа да конечные линейные комбинации конечные линейные комбинации здесь важники бесконечных суммы в алгебре принять ее естественный смысл придать не можем бесконечным суммам поэтому всегда рассматривать конечные вот ну и они складываются понятным образом как там умножаются на элементы из r тоже понятно как это вот прямая сумма таким образом определяется любого числа модуль вот ну и соответственно есть само по себе кольцо r является модулем над самим собой можно рассмотреть прямые суммы таких колец это называется свободными модулями можно их определять с помощью универсального свойства еще до там с базиса что свободный модуль это такой что у него есть некоторый набор элементов что любое отображение из этого набора элементов в любой другой модуль однозначно единственным образом продолжается до отображения вот этого вот модуля можно таким вот универсальным свойством определять свободные модули но этот искать такой более явный подход вот значит и соответственно вот есть понятие свободного модуля да теперь также как для абелевых групп можно определить тензорное произведение модулей значит это фактор модуль свободного модуля да ну надо еще определить такой фактор модуль но это тоже делается также как и для так же как и для фактор модуль определяется также как для векторных пространств там с помощью классов смежности по под модулю значит вот у нас есть такой вот свободный модуль у которого вот в этой прямой сумме столько слагаемых сколько элементов произведений м на н так же как и для абелева группа в прошлый раз обсуждали по под модулю порожденному всеми элементами вида значит вот я немножко говорил в прошлый раз значит когда мы с абелевыми группами имели дело вот надо профакторизовать давайте как мы будем писать здесь вот образующие вот этот свободный модуль вот с такой образующий до свободное образующие как бы соответствует это как бы уже элемент вот этой прямой суммы будет соответствует образующий вот соответствующим слагаемым значит это вот то что нужно было профакторизовать для групп но так как у нас есть еще вторая операция то мы должны еще дополнительно профакторизовать вот такие элементы вот вот для каждой пары м н и для каждого элемента из r мы рассматриваем под модуль здесь порожденный вот этими вот элементами то есть мы рассматриваем линейные комбинации всевозможных таких элементов вектора с коэффициентами пизер снова это под модуль мы рассматриваем по нему фактор модуль вот но в случае абелевых групп например или векторных пространств там векторного пространства – это снова векторное пространство. Подгруппа свободной обелевой группы – это снова свободная обелевая группа. Для модуля это вообще, говоря, не так. Подмодуль свободного модуля может не быть свободным. Я думаю, что в алгебре вы обсуждали соответствующие примеры. Если нет, то подумайте. Но, тем не менее, мы можем рассмотреть подмодуль, порожденный вот этими элементами, и по нему профакторизовать. Это называется тензорным произведением. элементы тензорного произведения записываются как вот таким вот образом ну и также можно брать всевозможные линейные комбинации а то есть вот это вот м тензор на n это представитель вот такой парочки mn фактор модуль поэтому вот это по вот этим соотношением а ну вот значит то еще нужно сказать здесь у нас р коммутативное кольцо в принципе вот то же самое определение которое мы здесь написали годилась бы если бы r был правым модулем а n левым модулем да но тогда мы уже значит вот как бы для модулей над коммутативным кольцом вот эта штука это снова является r модулем можем снова умножать слева на r вот а если вы могли были на неткам не коммутативным кольцом то это было бы только абелевой группой а мы могли бы здесь вот как бы свернуть грубо говоря правый модуль с левым модулем но в летайте тензорное произведение было бы просто абелевой группы они уже структура r модуля там вообще говоря для никому дативных колец отсутствовал нам никому дативные кольца не понадобится поэтому это снова r модуль вот вот называется тензорное произведение тензорное произведение так что еще у нас есть у нас есть еще home группа до home это просто множество всех гомоморфизмов опять-таки если модуль над коммутативным кольцом то гомоморфизма можно складывать и гомоморфизма можно умножать на элементы из кольца так что это снова r модуль модуль значит вот у нас есть понятие свободного модуля есть понятие тендерного произведения есть понятие home ну так же как и для белевых групп тендерное произведение если мы один аргумент фиксируем а второй элемент второй аргумент у нас переменной то тендерное произведение становится марки функтором функтором из модулей в модуле да причем к вариантным функтором то есть у нас там есть гомоморфизм модулей м1 в м2 и там скажем n1 в н2 гомоморфизм модулей то у нас возникает гомоморфизм и вот такой соответственно вот такой вот а для хомов значит по первому аргументу у нас в эту сторону стрелка да сейчас если у меня есть гомоморфизм из м2 в н я могу взять его композицию с этим гомоморфизм человек отобразить а потом из м2 попасть в н и получить гомоморфизм из м1 в здесь вот в этом месте стрелка обращается ну а здесь она тоже в ту же сторону то есть один из функторов оказывается контр-вариантным хом по первому аргументу остальные все три кока варианты вот ну и теперь понятие свободной резольвенты свободная резольвента р модуля это точная последовательность точная последовательность модуля естественно но мы до сих пор рассматривали точные последовательности так векторных пространств или абелевых групп но для модулей все то же самое можно рассматривать гомоморфизм и можно рассматривать последовательности гомоморфизма но и последовательность точно если там ядро вот этого гоморфизма в каждом месте совпадает с образом вот этого вот значит это вот такая последовательность называется свободной резольвентой если все модули все это свободно то есть мы устраиваем такую последовательность в которой все модули кроме вот этого вот самого м являются свободными то есть являются прямыми суммами вот такого одномерного прямыми суммами вот но давайте я сразу пример скажем который нам ближайшее время понадобится для абелевых групп если м абелева группа то есть такая короткая резольвента как говорится f1 f0 м это образующие это соотношение то есть абелевую группу вообще-то любую группу но на данном случае так сказать вот если мы рассмотрим не коммунитивные группы то они в теорию модулей не укладываются а вот абелева группы они укладываются модули на z вот и поэтому мы можем любую группу представить как фактор группу например взять все ее элементы взять свободного берегу группу порожденную всеми элементами ну и тогда там будут некоторые соотношения которые задаются умножением в нашей группе ну как раз вот например там я не знаю мы группу z плюс z2 представляем виде фактор группы z плюс z берем две образующие да у нас есть а и b этот здесь тоже как бы а с волной без полной да то есть асу значит а б а с волной б с волной а отображается в обе отображается в б здесь две образующих да значит вот у нас две образующих а и b мы теперь на эти две образующих натягиваем свободного берегу групп теперь у этого отображения есть ядро вот а здесь нет ядра здесь есть ядро которое натянута на 2b вот 2b переходит в ноль поэтому соотношение здесь как бы вот эту группу записали как z от а б про факторизованная по z или там а с волной без волной про факторизованная по z от 2 а вот мы записали группу задали образующими соотношениями соответственно нас появилась такая вот резольвент здесь у нас новая к это образующие там я не знаю как в этом бета обозначим что где 2b а хольда ну да если чтобы это было согласовано с этим вот это бета отображается в 2b вот мы задали как бы резольвенту вот этой вот агеревой группы но так можно сделать для любой агеревой группы потому что у нас есть там теорема что она представляется виде свободная часть плюс кручение свободную часть мы как бы оставляем образующие для как кручение это сумма циклических групп берем там образующим так что вот для абелевых групп существуют во-первых свободные резольвенты вообще говоря существование свободной резольвенты это некоторое отдельное утверждение его нужно доказывать не для любых модулей вообще говоря они существуют но они там существует достаточно большой общности например для конечно порожденных модулей там или для модулей над кольцом многочленов там ну в общем но вообще говорят и сказать ну в любом случае это сказать на существование резольвенты это некоторое отдельное утверждение вот и но для абелевых групп для нас только пока что ближайшее время это понадобится для абелевых групп вот просто это следует из теоремы о структуре абелевой групп причем резольвента у нас оказывается короткой дома стоит всего лишь из двух членов образующие соотношение это связано с тем что вот мы всегда можем ну как как вообще пытаться можно строить резольвенту нужно взять модуль взять у него какую-нибудь систему образующих например все элементы натянуть на нее свободный модуль но принципе на самом деле так можно доказать существование резольвенты она действительно всегда существует просто так сказать но как бы она может быть очень большой а мы можем всегда взять свободный модуль натянуть на все например элементы модуля м прямую сумму модулей r по всем элементам это будет f0 тогда здесь будет ядро ядро это снова некоторые модули мы снова берем его систему образующих и берем их за образующие f1 ну вот для абелевых групп в этом месте процесса гря остановится потому что потому что подгруппа свободно абелевой группы это снова свободно абелева групп это некоторая теорема которую в алгебре доказываете но вообще для модулей это вообще говоря не так так что вот здесь будет свободная группа вот и поэтому здесь уже никаких соотношений на соотношения в абелевых группах нет здесь уже ядро вот этого отображения всегда будет нулевым то есть резольвента у нас оборвется в принципе можно строить и более длинные резольвенты но вот для абелевых групп всегда существует резольвенты из двух членов а для модуля это не так вот у этого отображения будет снова некоторое ядро и так далее это называется сизигиями до соотношения на соотношение в принципе эта последствия может быть бесконечной. Но, тем не менее, она существует. Но мы не будем доказывать ее существование. Только для абелевых групп это фактически мы обсудили. Значит, хорошо. Теперь, если у нас есть такая штука, такая последовательность, которая называется резольвентой, то мы можем применить к модулям из этой резольвенты наши функторы ТОР и ХОМ. В смысле, тензорное произведение и ХОМ. Значит, пусть теперь N другой, M-модуль. Тогда применим вот такой вот функтор к резольвенте и опустим член M-тензор на R. Самый правый. А я что написал? Ой, да. Вот. Ну, то есть, что мы делаем? Мы записываем теперь такую точную последовательность. F2 тензор на N. Что? Нет, не будет. Вот как раз мы сейчас про это и будем говорить. То есть, мы получаем такую вот последовательность. Ну, опустим, значит, пропустим просто. Да? Давайте, чтобы это не звучало в смысле, напишем пропустим. Вот. Значит, ну, как бы на самом деле суть вот в чем, что мы вот какая-то такая общая идея, да, там вот производных функторов или там триангулированных модельных категорий заключается в том, что вот эта резольвента мы как бы расширяем категорию модулей до категории цепных комплексов, да? И тогда каждый модуль можно рассматривать как такой вот тривиальный цепной комплекс с одним членом, с концентрированным в размерности 0. Вот. И тогда, но модули бывают любые, а среди всех модулей бывают такие модули, которые лучше остальных. Это вот свободные, ну или в общем случае проективные, да? Это некоторые объекты, которые обладают некоторыми замечательными свойствами, там с некоторой точки зрения, да? Вот. Ну и тогда мы, расширив категорию модулей до категории цепных комплексов, мы можем заменить каждый модуль уже на цепной комплекс, то есть мы как бы, так сказать, вместо одного члена получаем больше членов, но зато этот цепной комплекс у нас будет состоять из хороших модулей, из свободных модулей, да? Вот. А гомологии, да, если посчитать, то есть если эта последовательность, вот эта последовательность была точной, то после того, как мы M пропустим, вот у вот этого цепного комплекса гомологии будут только в размерности 0, и это будет как раз модуль M. Поэтому идея резольвента с этой точки зрения заключается в том, что мы такой короткий точный, короткий цепной комплект заменяем на длинный цепной комплекс, который отображается в этот короткий, и который в гомологиях индуцирует изоморфизм. То есть гомологии здесь M, и гомологии здесь тоже M. То есть мы заменяем модуль M, заменяем на вот такую вот штуку, на такой цепной комплекс, у которого те же самые гомологии, которые более того отображаются сюда, так что индуцируется изоморфизм в гомологиях. Вот в этом смысле резольвента обслуживает вот эту вот как бы, как говорится, вот теперь в такой вот расширенной категории цепных комплексов у нас уже наряду с обычными, но есть понятие гомотопии, то есть как бы, ну или там квази-изоморфизма, что там как вот гомотопное отображение индуцирует изоморфизм в когомологиях. Но мы можем теперь это формализовать и сказать, что два отображения гомотопны, если они в гомологиях индуцируют изоморфизм. Ну вот поэтому в этом смысле это или там эквивалентно, да, слабоэквивалентно. А вот этот модуль, он слабоэквивалентен вот такому цепному комплексу, потому что есть отображение, которое индуцирует изоморфизм в гомологии. Вот это такая как бы общая концепция, но про это нужно отдельно говорить в курсе гомологической алгебры, но просто это немножко поясняет, почему мы здесь вдруг пропускаем этот член. Суть в том, что мы не пропускаем, а правильно резольвенту рисовать вот так. Здесь нули все, есть вот такое отображение, которое индуцирует изоморфизм в гомологиях. Тогда понятно, что теперь мы тензорное произведение применяем сюда, это обычное тензорное произведение, а тензорное преобразование применяем сюда и получаем вот такой новый цепной комплекс. И у него этот новый цепной комплекс, вообще говоря, не будет уже точным, как мы вскоре увидимся. У него будут свои гомологии, которые уже будут не только вот здесь вот в размерности 0, но они будут во всех размерностях, вообще говоря. То есть после того, как мы применили этот функтор, уже этот цепной комплекс, который получился вот таким вот образом, он не будет квази-изоморфен, он не будет иметь те же гомологии, что и вот этот цепной комплекс. И гомологии вот этого вот цепного комплекса, который получается из резольвента, они называются производным функтором. Ну в данном случае вот мы получаем гомологии вот этого комплекса, это производный функтор тензорного произведения. То есть это как-то, так сказать, отступление. Я не буду сейчас это формализовать, это просто некоторое, так сказать, пояснение, почему именно так нужно делать. Что мы берем модуль, заменяем его на цепной комплекс из хороших модулей, в данном случае из свободных, применяем наш функтор и вычисляем гомологии. Вот гомологии полученного комплекса называются производным функтором, ну компоненты там от, соответственно, исходного функтора. Если наш функтор тензорное произведение, то мы получаем такой цепной комплекс. Значит, это цепной комплекс, давайте теперь вернемся к нашей, так сказать, ситуации. Это цепной комплекс, но не точен, не обязательно точен. Ну то, что это цепной комплекс, это потому, что у нас функтор, да, в тензорное произведение это функтор. Если здесь мы два композиции, значит, он композицию переводит в композицию, если здесь композиция была равна нулю, то она и здесь будет равна нулю. Но вот второе условие, то, что там ядро не просто, образ не просто содержится в ядре, а образ равен ядру, он вообще говоря, ниоткуда не следует. Вот, и действительно это будет не так, а именно, так сказать, то, насколько это не так, как раз и измеряется вот с нашими тор-функторами. Значит, энтая группа гомологий, это он называется энтой тор-модуль, или модуль кручения, да, тор это слово торшин. Ну, почему это так называется, как раз будет понятно, когда мы рассмотрим, вернемся к абелевым группам. Вот, ну, значит, в явном виде, эртый модуль кручения, это гомологии вот этого комплекса, да. Значит, это ядро, соответственно, отображение из Fn, Fn, Fn-1, профакторизованное по образу Fn-1. Вот, значит, ну, здесь, конечно, возникает много вопросов. В частности, видите, наше обозначение, как бы, ну, то, как мы его определили, зависит от резольвента, да, в нашем обозначении это никак не отражено. Но это, действительно, не случайно, потому что эти модули, они зависят только от Mn, от вот этих двух модулей, не зависят от конкретной резольвента, но отдельно нужно доказывать, да. Но мы немножко скажем по этому поводу пару слов. Вот, ну, давайте второй производный функтор определим, а потом немножко поговорим про свойства. Чего? Что-то я не так написал? А, что-то не так написал. Нет, вроде правильно. Ядро так, N плюс 1, N. Ну, правильно. Вообще говоря, именно, потому что это гомология, да, поэтому если N у нас не отрицательно, да, вот здесь вот, то мы индекс пишем снизу. Если мы хотим превратить это в когомологии, то его надо писать сверху, но тогда он должен быть, знак минус у него нужно поставить. Если мы хотим это превратить в кодцепной комплекс, то мы должны его перевернуть, но мы это можем сделать, тогда мы как бы резольвенту должны нумеровать неположительными числами. Тогда можно считать, что это когомология, но тогда у нас будет здесь минус N стоять сверху, а R снизу. Если это гомология, то N стоит снизу, а R сверху. Это традиционно в алгебре так делается. В топологии действительно иногда переворачивают это, но тогда N делают отрицательным. Ну и теперь можно применить... Я резольвенту стер, ну ладно, аналогично применив... Значит, у меня там резольвента как-то называлось, да? Один, да? Я это стер уже, ну ладно. Ну, более-менее понятно, да? Вот она вот так выглядит, только здесь N можно. Применив теперь функтор HOME и пропустив... Получим теперь... Ну, здесь у нас теперь стрелки обратятся, поэтому вот эта штука как раз превратится в коцепной комплекс. который тоже будет... Это будет коцепной комплекс, но не обязательно точен. Опять-таки, то, что это коцепной комплекс, следует из того, что это функтор, а точность ниоткуда не следует, она вообще говоря не имеет места. Вот, значит, возникают его когомологии. НТ группа когомологий. Называется... Называется NTEXT модуль. Значит, от слова extension, расширение, это связано с теорией расширений модулей, но опять-таки, так сказать, этого мы сейчас касаться не будем. Есть немножко другое определение. Говорится, по Юнеде. Но... Да, здесь как раз наоборот. Это когомологии. Поэтому мы пишем N сверху, а R снизу. Значит, это ядро HOM FN HOM F N плюс 1 N HOM HOM S N N Вот, значит, есть, как говорится, два производных функтора. Два функтора, которые получаются из тензорного произведения и, соответственно, HOM FUN Давайте обсудим свойства. Да. Почему D в квадрате? Потому что это функтор. Потому что это было D в квадрате 0 в исходной. Ну, как бы то есть... Ну, если у нас было там какой-нибудь A, B, C, здесь, скажем, F, G, у нас было GF равно 0. Теперь мы применили HOM. Взяли HOM функторы в какой-то модуль R, ну, или какой-то модуль D, например, то, соответственно, здесь будет F, G, F со звездочкой, которая есть F со звездочкой на G, со звездочкой, но по-прежнему равно 0. Потому что HOM — это функтор. Он композицию переводит в композицию. Если композиция была нулевая, то она и станет нулевой после применения функторов. Поэтому... Ну вот, значит, хорошо. Давайте теперь мы сформулируем теорему о том, как выглядят свойства этих функторов в общем случае для коммутативных колец. Ну, тут много свойств есть. Есть еще... Ну, мы давайте основные напишем. Есть еще некоторая длинная точная последовательность. Ну, наверное... Ну, сейчас посмотрим. Ладно. Значит, во-первых, тор не зависит от резольвента. Ну, имеется в виду с точностью доизоморфизма. То есть, если мы возьмем другую резольвенту, посчитаем эти функторы, они окажутся изоморфными. Дальше. Значит, ну... Функториальность такая же, как у соответствующих тензорных произведений. Значит, вот это... Вот это... И вот это... Это ковариантные функторы. То есть, они не обращают стрелки. По первому аргументу, это контр-вариант. Дальше. Следующее свойство, что если мы это посчитаем в размерности 0, то это будет в точности исходное тендзорное произведение. А, соответственно, экст 0, это хом. Вот, ну и наконец, последнее. В принципе, вот эти все свойства, они верны не только для коммутативных колец, но для... Вот последнее свойство верно, только для коммутативных колец. Давайте я напишу это, может быть, отдельно. Что у Тора аргументы можно переставлять, как и у тензорного произведения. Но это верно только для коммутативных R. Я в скобках это напишу, потому что мы, в принципе, и определяли их только для коммутативных. Но, как бы, как нетрудно понять, что все это определяется и для некоммутативных, если рассматривать там модули слева или справа. Там для Тора нужно рассматривать, чтобы N был правым модулем, а N — левым. А для HOMA нужно рассматривать, чтобы они оба были либо правыми, либо левыми. Но тогда вот эти вот функторы, они уже не будут R-модулями, будут только абелевыми группами. И более того, вот эта штука не будет верна, если у нас модули некоммутативны. В Торах нельзя переставлять аргументы для некоммутативных колец, для модуля над некоммутативными кольцами. Так, ну, мы это полностью доказывать с вами не будем. Нам понадобится только это для абелевых групп. Для абелевых групп там все проще. Но я изложу основные идеи, остальное будет как бы в качестве задач. Значит, смотрите, почему... Ну, сначала нужно доказать А, да. Значит, смотрите, допустим, у нас есть две резольвенты. У нас есть резольвенты одна и другая, да. Это, на самом деле, вот это вот, собственно, свойство, оно ключевое для доказательства всех свойств, которые... Ну, за исключением вот этого, это просто, так сказать, более-менее В это упражнение. А вот остальные свойства действительно доказываются с помощью вот следующего утверждения, да. Что, предположим, у нас есть гомоморфизм модулей M в M' и мы построили резольвенты. Две резольвенты для одного и для другого. Гомоморфизм. Ну, мы, как бы, так сказать, нам нужно будет и здесь, и здесь. Поэтому нам надо будет, так сказать, и гомоморфизм, и изоморфизм. Вот тогда вот такую штуку, да, если у нас есть резольвенты M, резольвенты M' и есть гомоморфизм модулей, ее можно продолжить, но автоматически возникает продолжение в члены резольвенты, которая делает все коммутативным. Ну, вот, это называется свойство проективности, да, что у нас есть свободные модули являются проективными. Но дело в том, что, ну, как вот мы строим отображение, да, из M в M'? Но, как бы, мы в качестве F0 берем набор образующих, да, и вот эти образующие из F, они автоматически отображаются в M. Значит, вот возьмем здесь, ну, как бы, выберем какую-то систему образующих, теперь здесь у нас свободный модуль, рассмотрим, куда они переходят в M, эти образующие. Здесь они куда-то переходят сюда, да, так вот это свободный модуль, то у нас возникло отображение из набора каких-то элементов в M'. Ну, вот как раз по универсальному свойству свободных модулей это продолжается до отображения свободного модуля на этих элементах в M'. Поэтому мы можем отобразить эти элементы в свободный модуль. Ну, а дальше уже отображение из набора элементов из этого свободного модуля в какой-то модуль продолжается до геоморфизма из свободного модуля. они тоже определены неоднозначно но определены существует до существует вот идея заключается в том что существуют такие продолжения причем и все такие продолжения продолжение цепно-гомотоп цепно-гомотоп то есть продолжение является уже отображением цепных комплексов да и между ними существует цепная гомотопия вот так как мы определяли вот а ну то есть частности это означает что в гомологиях все эти продолжения индуцирует изоморфизм то есть вот здесь гомологии нет только в этом члене гомологии ну соответственно вот они хорошо значит что это нам дает а во первых почему это тогда но я сказал это лучше каждый продумать самостоятельно свойство которое здесь нужно заключается в том что свободные модули проективны да то есть что такое проективный модуль проективный модуль это вот что такое когда у вас вот под проективен да если выполнено следующее свойство которое выражается этой диаграммы то есть как только есть гоморфизм модули есть эпиморфизм из п куда-то в другой модуль он поднимается на м вот модуль называется проективным если до любого гоморфизма модули из п из м в м штрих и для любого эпиморфизма сюда существует такая стрелка которая замыкает коммутативную диаграмму поэтому ну и теперь если вот эти вот все все модули проективны то мы автоматически строим вот такие вот стрелки до сюда но теперь с помощью этой стрелки мы строим также и вот эту стрелку да значит сейчас что-то здесь неправильно нарисовал а ну да не все правильно значит а да теперь я беру значит да значит я теперь отображаю таким вот образом и теперь я могу также уже получить сюрлективное отображение сюда в м ну и соответственно поднять его дота ну да и f0 тоже у меня проективен поэтому я могу в а вот правильно значит вот теперь значит сначала я строю вот эту стрелку до пользуясь проективностью вот этого модуля строю такую стрелку теперь пользуясь проективностью вот этого модуля я строю уже вот эту стрелку которая здесь замыкает потому что вот это у меня эпиморфизм этот модуль проективный в него отображается f3 значит я могу сюда тоже отобразится так что все станет коммутативно вот поэтому свойство которое мне нужно это вот это то что свободные модули проективны ну а то что свободные модули проективны ну устанавливается более-менее непосредственно да значит если этот свободный модуль да значит утверждение что свободные модули проективны проективны но значит если у нас этот модуль на самом деле свободен дата как нам эту стрелку строить но значит у нас есть сюрективное отображение берем какой-то элемент отсюда который значит значит нужно давать возьмем элемент отсюда да как определить его образ здесь но мы возьмем посмотрим куда он переходит сюда вот мы хотим понять значит этот элемент он значит как его отобразить значит берем просто на образующих на образующих определяем это следующим образом значит берем элемент отсюда смотрим куда он переходит в m штрих если он накрывается каким-то элементом то мы этот элемент переводим в тот, который накрывает. Если не накрывает, отображаем в ноль. И тогда это дает нам отображение на образующих, которое продолжается на свободный модуль. Любое отображение из образующих свободного модуля продолжается до гомоморфизма модулей. Примерно так это делается. Две части. Во-первых, понятие проективности, во-вторых, тоже свободное модуль и проективное. Здесь мы два раза применяем это дело и получаем вот такую штуку. Дальше нужно доказать еще цепную гомотопность. Но цепная гомотопия это тоже некоторое отображение, которое строится, пользуясь свойством проективности. Вообще говоря, все это сквозное доказательство, это довольно техническая вещь, но более-менее идеи тут все ясны. Такой диаграммный поиск, пользуясь свойством проективности. Что это нам дает? Это дает сразу две вещи. Во-первых, если у нас... Значит, это дает сразу и А и Б, если вдуматься. Но, значит, чтобы доказать А, что они не зависят от резольвента, мы в качестве F берем тождественное отображение. Берем тождественное отображение, и у нас тогда получается две резольвенты, которые друг друга отображаются. То есть получается что-то такое. Это значит, если мы пытаемся доказать А, скажем, для тензорного произведения. Вот, значит, вот у нас получаются такие отображения, а здесь как бы у нас тождественное. Ну и вот. И мы теперь знаем, что они были цепногомотопны. Но свойство цепной гомотопности сохраняется и после умножения на... после применения функторов. Потому что цепная гомотопия — это некоторый гомоморфизм. Вот. Стало быть, вот эти два отображения, они будут цепногомотопны, значит, они индуцируют изоморфизм в гомологиях, значит, торфункторы построены по этой резольвенте, и по этой резольвенте изоморфны. Значит, это доказывает А. Ну и точно так же это доказывает Б, правда же? Потому что теперь, если у нас есть гомоморфизм модулей, то мы построим, теперь для доказательства Б, мы просто берем то же самое, только здесь вот пишем, М отображается в М' каким-то отображением F. М в М' каким-то отображением F. Тогда тоже есть отображение резольвент, ну и, значит, есть отображение гомологий. Здесь гомология — это торф, по свойству А она не зависит от резольвента, здесь гомология — это тоже торф. Получается тоже отображение друг в друга. То есть вот это вот свойство продолжения морфизма на резольвенты дает нам доказательства и свойства А, и свойства Б. Вот. Ну, свойства В — это на самом деле просто упражнение. Просто берете по свойству резольвента и убеждаетесь, что в члене 0, когда вы пропустили, у вас оно возвращается. Вот. Ну и, наконец, последнее свойство, самое интересное, и доказательство его наиболее поучительно, такой наиболее тонкий диаграммный поиск. Ну, давайте, может быть, тоже скажем немножко, как это делается. Значит, тоже пользуемся свойством проективности свободных модулей, но более хитро. Значит, давайте... Значит, смотрите, давайте мы сделаем вот что. Сначала мы напишем по вертикали резольвенту, которая задает нам резольвенту модуля М. Комплекс, который дает нам... Значит, вот это у нас резольвенту модуля М. А теперь... Значит, давайте, да, может быть, ее стоило... Сейчас давайте вот здесь ее напишем. F2, F1, F0, M0, да? Вот. Теперь, чтобы посчитать Тор, мы должны умножить это тензорно на N. Да, ну я это сказал для Торов, но для Экстов аналогично. Вот это наш комплекс, который вычисляет... Ну вот это надо пропустить. Вот. И вот гомология вот этого комплекса — это Тор вот такой вот, да? А здесь снизу давайте мы напишем вот этот Тор, да? Теперь мы наоборот должны взять резольвенту уже модуля N. Давайте ее G обозначим. И умножим ее на, соответственно, на M слева. Значит, здесь будет G0. Умножить тензорно на N. То есть здесь мы берем теперь резольвенту модуля M. Значит, это было... Вот по вертикали у нас резольвенты модуля M. По вертикали... Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Чуть я не то пишу. Легко запутаться. Значит, смотрите. По вертикали у нас резольвента модуля M. По горизонтали резольвента модуля M. Значит, M. И мы ее умножаем еще на M. Значит, будем G ее обозначать. Значит, вот смотрите. Это G2 в G1 в G0 в N. Это резольвента. Мы ее умножим на M. Ну вот. Но теперь у нас вот получилась вот такая вот как бы диаграммка. И теперь давайте ее будем достраивать с помощью свойств модулей до такого большого коммутативного квадрата. Или, как говорят, B-комплекса. Значит, пользуясь свойством проективности или там свободности соответствующего модуля, мы здесь можем... Ну, соответственно, у нас есть вот как бы отображение из F0 в M. И из G... Ну, по второму аргументу у нас тождественное. Значит, есть такое отображение. Есть вот такое отображение. В общем, короче говоря, вот эти вот две резольвенты, они укладывают, они вместе порождают такой большой коммутативный квадрат. Что-что? По одной стороне одна резольвента, умноженная на какой-то модуль. По другой стороне другая резольвента, умноженная на какой-то модуль. Из F0 в M. Ну, есть из F0 в M. Значит, есть из F0 на G0 в M. У нас две резольвенты есть. Есть резольвента... Значит, есть резольвента N. Вот она, G0, G1, G2 и пошла. Есть резольвента M. F0, F1 и пошла. И мы их как бы друг на друга тензорно вот мы их так вот располагаем и дальше друг на друга по таблице тензорно умножаем. И там все друг друга отображается. Так что горизонтальные стрелки — это цепные комплексы. Ну, понятно, что происходит. Вот такая большая диаграмма получилась цепных комплексов. То есть и строки, и столбцы — это цепные комплексы. Ну, тогда вот здесь, вот если мы посчитаем гомологии... Из резольвенты. Значит, вот гомологии вот этого комплекса — это Тор... Из N в M. Именно в таком порядке. Но на самом деле... Ну, потому что мы как бы еще здесь воспользовались тем, что у нас тендерное произведение. Можно перестановочно по аргументам. Поэтому мы как бы взяли резольвенту N. Но ее вообще-то надо слева писать. Но мы в каждом члене переставились, упользовавшись тем, что тендерное произведение — изомор. Вот эти вот гомологии — это Тор вот в таком порядке. А вот эти вот гомологии — это Тор вот в таком порядке. N, M, N. Ну, на самом деле, как говорится, из вот этого большого комплекса можно построить то, что называется B-комплекс. Можно рассмотреть новые модули HN, которые есть вот такие вот диагональные суммы. Значит, вот такие вот диагональные суммы. Типа HN — это есть сумма. P плюс Q равняется N. F, P на G куб. И тогда они друг друга отображаются. Значит, это отображается в HN минус 1 и так далее. Вот как устроено отображение. Ну, нужно взять, вот, соответственно, у нас, допустим, H2 — это сумма вот этого. Ну, только окремляющие мы не берем. Например, H1 — у нас сумма вот этого плюс вот это. Или давайте H2. H2 — это сумма это плюс это плюс это. Вот это вот у нас H2. H2. Да-да-да, именно так. То есть, ну, вот это вот отображение здесь, да, оно будет устроено так. Мы берем вот этот гомолог, на этой компоненте. Это будет вот этот гоморфизм. На вот этой компоненте это будет разность между этим и этим гоморфизмом. И на этой компоненте это будет этот гоморфизм со знаком минус. В общем, примерно так, да. То есть, мы берем знакопеременную сумму вот этого гоморфизма и вот такого гоморфизма. Вот. Но если эти знаки правильно подобрать, то у нас действительно получится некоторый новый цепной комплекс. Вот. А пользуясь свойством цепной гомотопии, которую мы до этого установили, гомологии этого цепного комплекса, они будут изоморфны и нижней части, и верхней части. то есть вот этот цепной комплекс его гомологии то есть за счет наличия вот все все вместе цепные гомотопии которые вас здесь вот присутствовали да они обеспечивают нам то что гомологию вот этого цепного комплекса который получается тотализации как говорится да они такие же и как у нижней части и как управы как у линии части и как у правой части вот этого комплекса гомологии тотального комплекса да вот рассмотрим такой комплекс который получается вот это может это плюс это отображается в сумму это плюс да 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 отсюда будет стрелки сюда ашан книга мология шин вот написано что кашин она отобразается вашим минус 1 здесь можно устроить стрелку так что станет цепным комплекс ну знакопеременную сумму вот этих отображений взять и вот гомологии вот этого цепного комплекса будут изоморфной и нижней части их правой части то есть и этому тору и это вот вот ну хорошо гомологии тотального комплекса ну как бы у нас в этом тотальном комплексе вот содержится его гомологии они будут отображаться в гомологии нижнего комплекса потому что у нас вот это это как бы все в приходит а это сюда отображается да это сюда отображается это вновь то есть вот вот этот этот тотальный комплекс он отображается в нижний комплекс и отображается в правый комплекс вот смотрите сумма это плюс это плюс это отображается вот сюда понятно это идет сюда по стрелке это это идет в ноль аналогично вот эта штука отображается сюда это идет сюда это идет в ноль поэтому есть отображение да и за шин вот тот комплекс который внизу стоит и точно же есть отображение за шин тот комплекс который справа стоит отсюда отображаем сюда это это идет в ноль отсюда отображаем сюда это идет в ноль и так далее значит у нас есть отображение из такого тотального комплекса в каждый из комплексов как один вычисляет тор в одном порядке другой вычисляет другом потому что была цепная гам потому что снова по свойству которому самом начале что любое продолжение цепной гомотоп и то это является на самом деле тотальный комплекс он тоже является некоторой резольвентой некоторые резольвентой модуля м на и вот но и стало быть разъесть отображение этот этот тоже продолжение отображения тождественного отображения значит она индуцирует изоморфизм гомологии по тому же свойству которое мы сначала провели в общем как бы здесь как говорится если вы это вдуматься то тут ничего сложного нет просто так сказать много раз пользоваться свойством цепной гомотопии правильно это самое ключевое место что вот эта штука это тоже на самом деле будет резольвент что я сказал как но еще раз вот h2 эта сумма это плюс это плюс это да то что этого начали вот знака переменная сумма да вот отсюда сюда значит у нас есть h2 из h2 хотим попасть в h1 например h2 эта сумма вот этих трех слагаемых на этом слагаемом это просто дает гоморфизм на вот этом слагаемом это разность между этим гоморфизмом этим гоморфизмом то есть это с плюсом это с минусом на этом слагаемым вот это с минусом знак меняем зависимости от того на каком в какой позиции вы на сумма с тех стрелок которая здесь присутствует еще умноженное на знак вот в зависимости того где мы находимся если мин минус 11 бьем минус 10 то берем допустим с плюсом а сюда берем с минус ну знаки надо подобрать так чтобы это д в квадрате было равно нулю это можно по-разному сделать любой способ годится хорошо ладно я это как бы на самом деле как говорится диаграммный поиск и тут никакой геометрии нет так что это более-менее как любое такое длинное но несложное алгебраическое рассуждение вы принципе сможете восстановить самостоятельно никаких идей нет более более менее так сказать единственный способ который так сказать может дать результат он и дает результат как только вот картинку вы нарисовали все остальное из нее уже извлекается непосредственно ну да надо надо понять как там устроить эти отображения как правильно подобрать знаки как правильно воспользоваться свойством цепной гомотопии но это уже ну хорошо значит давайте теперь вот вооружившись этим знанием про функторы тор и экст выведем форму универсальных коэффициентов я просто это подробно не рассказываю потому что это нам не нужно для как бы тех целей которые мы в этом курсе преследуем это так некоторое общее знание если есть у вас желание с этим разобраться то я сказал как это делать а вот давайте теперь рассматриваем дальше теперь про модули общем и забываем дальше у нас мы рассматриваем r это z и то есть рассмотрим абелевы группы основа вот но тогда если у нас же абелева группа то мы можем у нас как мы выяснили есть такая короткая резольвент всегда вот ну и стало быть у нас есть только тор значит если функторы тор мы хотим то тор у нас есть тор 0 который есть g на h по соответствующему свойств который здесь стер и есть тор 1 больше ничего нет потому что дальше у нас уже не в резольвенте ничего нет но это мы будем обозначать просто не будем записать за это один будем когда мы имеем дело с абелевыми группами мы просто пишем тор и и дальше 2 а белевых групп значит по определению что такое это тор уже h если мы вспомним наше определение то это есть кер ядро до отображение из f1 на h в 2 в f0 на h то значит мы должны это тензорно умножить на h на вторую группу про это забыть и взять к гомологии ну к гомологии члене 1 это просто ядро фактор по образу на образ нулевой поэтому это просто ядро вот ну и соответственно у нас есть x 0 z из же ваш который есть х он же ваш есть x 1 на z g ваш который просто обозначается x и в явном виде этот x и то есть ко ядро да ну то есть у нас есть соображение хом значит когда мы к резольвенте применим хом да у нас останется только вот такая вот штука для нее надо посчитать к гомологии члене 0 это будет как если вы сделаете упражнение соответствую убедитесь что там это будет просто хом и живаш а в члене 1 мы должны взять все вот это про факторизованное по образу вот этого гомоморфизма это называется к ядро фактор вот этой штуки по образу этого гомоморфизма то есть к гомологии члене 1 вот мы давайте это уже немного обсуждали но давайте теперь определение дадим что такое значит мы говорили что есть короткая точная последовательность абелевых групп есть понятие расщепимой короткой точной последовательности значит точная последовательность абелевых групп или р модулей называется расщепимой расщепляемой иногда говорят если существует существует такое сечение до с из цены в b такой что g на с равняется и из цепция то есть если вот у этого отображения есть право и обратно да то есть можно обратно отобразить c так что вот у нас все станет тождественным в этом случае у нас есть изоморфизм да тогда вот б у нас изоморфно а плюс c просто да изоморфизм изоморфизм отправляет парочку а c в и от а плюс с от c это будет изоморфизм то есть расщепимая точная последовательность если у нас есть такое вот отображение то тогда б можно отозвестить с прямой суммой да и вот то есть ну понятно что расщепимая точная последовательность это когда просто мы отображаем сюда а а c отображаем а потом все это проектируем на c такая самый простой пример точной последовательности неинтересно там вот тогда значит это нужно форму для формулировки теорема универсальных коэффициентов значит для любых там x g n больше равно нуля существуют расщепимая точная последовательность расщепимая точная последовательность которая связывают группы гомологии с коэффициентами с группами гомологии с коэффициентами в z и соответственно группе группы гомологии с группами когомологии значит группы гомологии с коэффициентами g похожи на тензорное произведение обычный групп гомологии на группу g и более того есть такое инъективное отображение которое однако же не всегда сюрективно да и дефект измеряется тором из группы гомологии в размерности единицу меньше значит это показывает как связаны группы гомологии с коэффициентами произвольной группе с группами гомологии с коэффициентами в z да они вот есть такая точная последствия причем это точно я по слышу расщепима в том плане что вот эта группа есть прямая сумма этого с этим но однако же она расщепима не каноничных то есть вот это расщепление нельзя выбрать функториально по x у поэтому это записывают именно так говорят что есть точная последователь которая расщепима но однако же не канонически расщепить то есть можно выбрать течение но нельзя его выбрать единообразным образом для всех x так чтобы это было вот если мы захотели написать изоморфизм h n до прямая сумма этого с этим то до расщепимая есть еще дополнительно естественное по x я позже все автоматически естественно да а вот по иксу расщепление не будет естественно значит вторая точная последствия когомологии когомологии тоже возникает тор но только из большей группы вот и третье которая связывает группу когомологии с группой гомологии а здесь возникает x из меньшей группы гомологии уже вот а соответственно когомологии это что-то типа хома из гомологии g то есть но на уровне цепей или к цепей да значит мы определили там сингулярные к цепи как раз как хом если здесь мы вместо h написали c то это было бы определение сингулярные к цепи это гоморфизм и сингулярных цепей в же по определению вот а гомологии здесь есть сюрлективное теперь отображение из когомологии в хом но однако же у него бывает ядро это ядро описывается вот таким экстфунктором вот значит но я уже сказал да я не буду ну может быть давайте может быть скажем все-таки первое замечание да что зафиксировать что это важно существует изоморфизм и значит расщепление означает что существуют такие изоморфизм и да например h н из их же изоморф на h н из x тензорно на же плюс тор из h н минус 1 x g но это а типа да аналогично б и в я уж тут не буду писать но они не функториальный по x ну вообще говорят доказательства того что что-то не является функториальным это отдельная тема не очень просто что но это можно сделать то есть но принципе так сказать из того как мы будем строить уже будет более менее понятно что такого действия что эту конструкцию естественно выбрать нельзя да ну конечно чтобы это доказать нужно потрудиться подумать конкретные примеры пространство с проективными пространствами это можно сделать да это значит что ну вот на уровне таких точных последований у нас есть есть другой y да то как получается как отображение коротких точных последований так что все коммутативно это естественности по x а вот если мы захотим такое расщепление написать да то у нас конечно есть отображение отсюда вашим от y же данность у нас есть скажем отображение из x в игре непрерывная есть отображение отсюда ваш н от y тендер на g плюс там тор ну пусть это все функторы до но вот изоморфизм нельзя устроить так что нельзя построить такую стрелочку которая будет изоморфизмом так что эта штука будет коммутативно она не коммутативно вообще говоря ну ну например либо отсюда сюда либо отсюда сюда но вот не получится построить вот эти стрелки так что эта диаграмма для любых для любой пары икс и любого неправильно отображения будет коммутативно ну это означает отсутствие естественности а что можно сделать можно сделать отображение давайте уже сотру тогда 1 можно сделать отображение точных последований вот так вот вот мы построим точных последствий его конструкция будет естественно по иксу в том плане что любого отображения из x в игре эта вся штука будет коммутативной диаграммы но вот это вот отображение обратно нельзя сделать так чтобы все станет коммутативно в этом проблема но мы сейчас это увидим что ну которая задает расщепимость да вот а то чтобы задать чтобы получить расщепление нужно построить отображение отсюда сюда вот это естественным образом сделать нельзя то есть естественно значит функториальным по икс ну вот как в линейной алгебре да у вас был допустим гамма с из между вей в со звездочкой да но вы не могли бы это как бы вы не можете этот гамма морфизм сделать так что он будет согласован с отображением с ними от 7 изображениями пространство он будет зависеть от выбора базис вот здесь ровно та же ситуация так значит доказательства ну давайте выведем да из коэффициентных точных последовательностей да давайте мы для когомологии сделаем это немножко поинтереснее а будет упражнение значит а и b я напишу а и b выводятся из того что мы в прошлый раз обсуждали я бы выведу а будет останется в качестве упражнений коэффициентных точных последовательностей вот а в мы наверное уже следующий раз докажем значит смотрите рассмотрим 0 вот это вот нашу резольвенту f1 0 же но вот и рассмотрим соответствующую точную последователь для когомологии который мы в прошлый раз выводить значит это бьет ваш н от x 0 это бьет ваш н от xg это бьет ваш н плюс один от xf1 это бьет ваш н плюс 1 от x 0 и так далее вот у нас мой в прошлый раз выводили такую точную последователь под это у нас как бы есть давайте обозначение кита это у нас будет fn это у будет fn плюс 1 так ну теперь давайте посмотрим что такое hn значит да давайте теперь напишем да что из это теперь возьмем вот этот член здесь у нас получится так hn от xg бьет в ядро вот эта короткая точная последовательную эту стерну для когомологии она будет на самом деле получаться как кусочек коэффициентной точной последовательности следующий значит здесь мы оставим ядро а здесь мы оставим к ядро к ядро это фактор значит это hn от xf0 фактор по образу к ядро гаоморфизма это фактор того куда мы отображаемся по его образ вот ну понятно да это мы как бы взяли фрагмент до посмотрели куда это отображается и вот написали такую длинные точные посольстве выделить такой короткий фрагмент давайте посмотрим что такое вот это почему ли вот это ну тогда должно быть это что ниже понятно по определению источности вверх и строится точно снежного значит она проверить это эпиморфизм да потому что мы здесь оставили только ядро которое есть образ вот этого отображения что тут немножко надо подумать да но если вы 5 секунд подумайте то вы поймете уже все-таки таскать да уже полтора месяца такими вещами занимаемся ну да ну как бы здесь здесь надо сначала написать образ вот этого гаоморфизма вот этого данного даже никак не обозначена образ этого гаоморфизма то ядро вот это поэтому здесь останется ядро ну а здесь соответственно будет к ядро да значит здесь мы должны взять соответственно сюда вкладывается фактор по ядру на факторе по ядре это будет и пимар и пимарки хорошо это будет мономорфизм то есть ну вот значит теперь да теперь давайте поймем что такое cocker fn например значит cocker fn это есть коядро такого отображения из htn xxf1 в htn xxf0 ну теперь смотрите f1 и f0 это у нас свободная модуль да это свободная модуль то есть это просто прямая сумма некоторых нескольких экземпляров группы z поэтому можем написать что вот это на самом деле есть коядро htn от x тензорно на f1 и соответственно ваш н от x тензорно на f0 так как f это это есть просто прямая сумма z каждый из них свободная белева группа ну гомологии с коэффициентами в свободной белевой группе а то просто прямая сумма гомологии ну или соответственно мы можем ну прямая сумма свободный модуль а свободный z модуль свободная белева группа прямая сумма за это просто вот поэтому можем это так написать вот ну а это есть как раз значит вот мы взяли резольвент туда и взяли к ядро это как бы к ядро этого отображения так как гомологии вот этого к короткого такого комплекса который вычисляет там как раз торт но в члене 0 до поэтому это есть htn от x тензорно же по свойству в функтора торт что нольмерный торт это тензорное произведение забудьте теперь все что вот было с этим связано давайте рассмотрим этот комплекс вот этот комплекс это вы вычисляет нам как раз торт из гомологии в же вот мы взяли резольвенту группу же умножили ее на ашин от x гомологии вот этого комплекса это торт из ашин от x в же так где не было вот это по ну вот к ядро равно к ядру так а где почему я взял к ядро гомологии вот этого комплекса по определению такое в члене 0 это к ядро что давайте я напишу может быть сейчас секундочку тор я напишу это вот как я напишу что это тор 0 как бы до тор 0 z из htn от x может быть так будет понятнее по определению что такое торт 0 это гомологии вот этого комплекса в размерности 0 то есть все вот это про факторизованная по образу вот этого но это есть просто тензорное произведение над x тензор так ядро кер н плюс один есть ядро опять таки того же самого а что ну нет не совсем того же там то броня раздвинется на f1 htn плюс 1 от x на f0 это есть крастор из htn плюс 1 x g ну кто родим как то ядро вот этого отображения это тор 1 ядро фактор по образу образ нулевой значит это тор 1 вот ну и все значит вот сюда подставим эту штуку подставим вот сюда а вот эту штуку подставим вот сюда получим как раз нашу последовательность ноль htn от xg htn от xg втор так ну вот мы доказали пока что а абсолютно аналогично надо просто взять коэффициентную последствия для гомологии там ровно такое же рассуждение будет для доказательства а вот в к сожалению нужно доказывать по-другому этот метод доказательства в который связывает гомологии с когомологиями он также прольет нам свет на то откуда берутся расщепления но это мы следующий раз обсудим